привет привет друзья вы на канале азбука технической графики и сегодня я предлагаю к разбору вот такую неординарную задачу наверное можно сказать по разделу нигде не сыщешь вот нам необходимо достроить недостающий проекции точек в скобочках стоит или линий то есть я подразумеваю линий это когда вот две точки на какой-то проекции у нас совпадают на наклонной призме с учетом видимость так ребята давайте для начала для начала попробуем представить у себя в голове как же будет выглядеть выглядеть наша вот такая вот интересная пятигранная наклонная призма посмотрите ведь сверху будет выглядеть примерно вот так вот то есть я изобразил как смог немножко приближенно потому что вот здесь такой более глубокий угол чем в техническом задании но самое главное нам здесь не точно нарисовать размеры я никакие не снимал а просто для общего представления для понимания как все это выглядит 3d программе посмотрите включаем невидимый режим что у нас здесь получается в принципе вот так вот линии у меня все и выглядит немножко разверну так вот например примерно примерно где-то вот так все это и выглядит теперь мы можем развернуть нашу нашу вот эту красавицу на 90 градусов но где-то немножко наклон я взял больше где-то вот так красиво она будет у нас выглядеть вот так и если мы включаем теперь другой режим опять же смотрите то есть у нас так получается что мы видим синим цветом это обозначены две невидимые боковые два невидимых боковых ребра и когда мы на не будем смотреть опять же сверху то есть это вот это одно ребрышко и второе ребрышко вот так вот не замысловато красиво и оригинально выглядит наше задание но и опять же развернув всю эту красоту на 90 градусов что мы здесь опять же увидим вот так вот так мы это увидим включаю другой режим и две синие линии вот эти вот это показывают два боковых ребра которые скрыты получается за на за передним планом нашей фигура вот так вот красиво будет сегодня выглядеть наша фигура ну а мы же давайте приступаем к выполнению задания по нахождению недостающих проекций каких-то точек расположенных или на ребрах или на гранях или даже на вершинах нашей наклонной призмы ну я надеюсь после представления более-менее вот трех координатной модели нашей вот такой вот наклонной призмы у вас сложилось определенное представление как может выглядеть вот такая вот призма призма наклонная еще и пятиугольная ну давайте начнем с построения наверное точки а а с двумя штрихами то есть сразу скажу что здесь конечно же будут иметься определенные отличия от когда мы с от случая когда мы строим проекции точек на стандартных призма в принципе поэтому я и решил разобрать вот такой вот случай но ничего сверх естественно особенного конечно же здесь у нас не возникнет понятное дело что мы теперь делаем нам нужно понять смотрите где располагается проекция точки а вообще вот в пространстве если мы будем смотреть на мою фигуру вот в этом направлении то есть мод вот глаз наблюдателя получается немножко со сдвигом вот здесь он будет у нас вот мой глазик вот я смотрю на пирамидку смотрите получается то есть на фронтальная профильная проекция немножко сложны тем что здесь трудно определить где какое ребро я же теперь буду вот мой глаз наблюдателя смотрите получается вот верхнее основание чтобы понять где она находится вот она у нас теперь мы едем на виде сверху вверх а на виде слева получается влево то есть вот эта вершина следующая следующий пункт вот она у нас теперь что у нас и правильно она у нас будет здесь невидимая штриховая линия теперь теперь мы подъехали к вот этой точке опять же видите вот она тоже будет невидимая следующая точка сразу же за ней вот это она будет у нас видимая и последняя точка верхнего основания вершина верхнего основания это вот здесь вот она получается . а с двумя штрихами или . а в пространстве она будет лежать у нас между двух вот этих точек вот между это и вот это и когда мы вот так смотрим она будет лежать где-то на вот этой вот грани или боковой стороне соответственно чтобы нам построить опять же фронтальную проекцию и мы ведем просто-напросто проекционную связь от точки а вот так теперь мы хотя давайте давайте воспользуемся лучше наверное все таки способом способом вспомогательных линий что нам известно в призмах мы знаем что все боковые вот эти ребра призм они параллельны между собой соответственно что мы можем сделать мы можем провести какую-то линию параллельную боковой стороне и проходящую через точку а давайте я возьму опять же сейчас чтобы вам было лучше видно красный фломастер что-то он здесь какой-то черноватый немножко вот я нашел две точки теперь виду опять же проекционные связи от этих точек то есть по другому я не смогу найти теперь найти теперь получается про и про и горизонтальную проекцию точки а теперь ребят мне известно что вот эта точка лежит на верхнем основании получается ввиду теперь проекционную связь до ребра верхнего основания ну можно опять же теперь провести проекционную связь до ребра нижнего основания ну а можно в принципе гораздо проще раз все основания параллельны то есть имея одну точку мы просто-напросто она и здесь видите получается что точки у нас она и так и должно быть то есть вот здесь у меня будет вот эта моя линия ну и нарисую я ее штриховой линии вот так то есть все ребят точка а лежит на этой линии значит все ее проекции точно также лежат на этой линии мы ведем проекционную связь и влево теперь до пересечения с моей красной линии вам же ни в коем случае не надо красную линию рисовать во время выполнения под похожей работы это просто для облегчения понимания чтобы вам лучше было видно на экране так опять же будет ли эта точка видно понятно дело что нет раз все у нас вот эта сторона вся грань скрытая значит мы точку а заносим скобки теперь теперь разбираемся с фронтальной проекции здесь тоже вот первая сторона вот это вот это ребро вершина теперь вот эта боковая сторона у нас скрыта вот эта линия вот эта линия тоже скрыта ну и последняя вершина это вот эта точка получается два вот этих ребра будут у нас на виде спереди скрыты но повторяю что я веду теперь из одной вершины проекционную связь наверх а уже из этой точки даже вторую точку я не буду находить потому что она будет лежать на нижнем основании вот здесь понятно дело что красная линия здесь будет тоже скрытая рисуешь штриховой линии вот здесь и на ней же у меня будет располагаться третья недостающая проекция точки а проекционная связь до пересечения а ну вот у меня видите и здесь все совпало можно было даже кстати с вида сверху не вести эту линию а вот на виде слева мы нарисовали проекционную связь она пересекает мою красную линию в этой точке все сходится точка а или ее проекция с одним штрихом она тоже будет у нас скрытая потому что здесь мы ее то есть когда мой глаз наблюдателя смотрит ее вот в этом направлении вот так она у нас скрывается за передним планом нашей наклонной призмы все ребят с точкой а мы разобрались переходим теперь к точкам b и k ну давайте все таки представим уже начнем потихоньку углубляться в тему что точки b и k это точки пересечения какой-то линии bk с нашей призмы то есть точка b раз она не в скобочках значит это точка пересечения с верхним основанием а точка k там где скажем так это линия или луч лазера bk вылетает из боковой стороны она где-то будет у нас вот здесь все ребят что мы делаем мы точно так же берем проводим теперь через точки b и k так какой линии нам взять давайте голубеньким цветом тоже линию параллельную вот поторопился немножко нарисовал ее видимой хотя должна быть штриховой она будет у нас скрыта ну ладно это все таки вспомогательные линии смотрим где располагается это вершина нашего вспомогательной линии на виде спереди где-то вот здесь ведем проекционную связь все вот она вот она наша вершина соответственно опять же когда мы смотрим вот так получается все вот это боковая сторона эта грань она у нас будет так где она вот так она у нас будет видна вот эта сторона вот она будет видна значит а вот здесь мы можем смело провести уже жирную линию мы знаем что получается точка b где лежит она лежит на верхнем основании так значит мы ведем теперь из точек b и k проекционную связь до пересечения с верхним основанием и находим вот здесь точка b будет с одним штрихом будет ли она видна ребят я занесу ее в скобочку почему потому что я считаю все таки что не в скобочка будут ли только линии или проекции только точки проекции которых располагаются на вот этих передних ребрах все остальное все что сзади на стороне основания оно будет у нас скрыто может быть я не прав но я считаю что вот здесь у нас лежат множество точек расположенных на вот этих передних двух ребрах верхнего основания призмы так а где будет у нас точка k а точка k будет тоже тоже под точкой b и она тоже располагается на когда мы сверху смотрим она тоже располагается на вот этой линии значит когда мы ее пересекаем вот она вторая точка к вот а точка k кстати будет у нас видна значит к с одним штрихом получается ребят получается что мы можем сделать мы можем теперь давайте зелененьким возьмем скажем линия bk линия bk пересекающая как лазер нашу призму значит здесь вот она будет у нас видна сверху вот так она входит до точки b между b и k она будет внутри внутри призм проходить до точки k штриховая линия а потом она у нас тоже идет далее она будет видимая все вот так интересно и просто если это будет у нас повторяюсь линия если просто проекции точек b и k совпадает то вот так точка k будет видимая здесь а точка b будет на основании лежать и будет скрыта за множеством за ли за точками получается лежащими на вот этих двух ребрах верхнего основания все что здесь нам еще остается теперь когда мы смотрим вот в этом направлении мы понимаем что смотрите вот эта точка здесь вторая точка вот здесь значит наша получается вспомогательная линия ее верхняя точка будет давайте провожу не люблю вот эту вспомогательную линию конечно ну да ладно построим через нее теперь так она у меня синяя вспомогательная линия идет вот здесь когда я смотрю в этом направлении я ее вижу все ребят значит получается точно точно так же как и можем провести опять же откуда мне как вы считаете откуда лучше провести из горизонтальной проекции проекционной связи или из фронтальных проекций точки с точкой б это понятно она лежит вот здесь на основании вот здесь опять тоже точка б с двумя штрихами заношу ее в скобки потому что она будет скрыта за множеством за точками лежащими ну опять за вот этой точкой за какой-то лежащей на переднем ребре верхнего основания а вот что с точкой к я считаю ребят лучше от вот это вести почему потому что когда мы ведем всего лишь одну линию мы сделаем меньше погрешностей вот так вот я построил одну проекционную связь а когда я вот отсюда веду то есть я досюда довел здесь отражается мой луч опять линейка чуть-чуть сбилась вот так вот хрясь и я вот сюда уже приехал понимаете то есть я ошибся поэтому лучше всего вести одну линию чем две и точка К с двумя штрихами она будет у меня в данном случае наблюдаемая или видимая так здесь мы все построили больше точек нету переходим плавно теперь к вот этим трем точкам опять же ну давайте сразу же точка Е самый такой легкий способ легкий легкий пример где она у нас располагается она располагается на нижнем основании ребят сразу нам бы хотелось бы найти где это нижнее основание ну для тех ребят кто не смог это все таки представить или не держит у себя в голове я веду свой угольничек вот у меня проекционная связь вот здесь отражается вот она эта вершина понимаете получается эта точка располагается под верхним основанием значит можно опять провести эти проекционные связи я уже это не делаю точка здесь у меня будет Е она будет у нас скрыта все теперь веду параллельную линию где она вот здесь она видите уже сбился немножко вот здесь она будет у меня располагаться вот так и Е с одним штрихом у меня в данном случае будет видимая видимая то есть вот этот отрезок вот этот это вот это ребро нижнего основания все с точкой Е покончили теперь ребят точка М она у нас видимая так переходим берем фиолетовый с точкой М никаких сложностей тоже нету самое сложное определить на каком на какой грани она располагается опять же вот эти точки это вот эта вся сторона значит она будет у нас на передней стороне располагаться опускаю теперь проекционную связь до пересечения с нижним ребром с передним ребром нижнего основания нахожу точку пересечения а здесь уже веду точно так же параллельную линию до пересечения с верхним основанием все а ну да она будет скрыта у нас но я знаю ребят что моя точка М лежит теперь вот здесь на фиолетовой линии провожу проекционную связь вот здесь аккуратнее с линиями ладно линия это я рисую только для вас разноцветные здесь точка М будет конечно же у нас скрыта почему потому что вся грань у нас скрыта за верхним основанием и за вот этой боковой стороной теперь а вот теперь тоже интересный интересный случай точка Е точка Е у нас вот здесь вот это вершина верхнего основания это вот эта точка значит подождите подождите мне тут самому бы не запутаться где будет лежать у нас вот эта вершина и вот это а вот они получается вот моя грань боковая сторона это вот эта сторона вот это немножко ее заштрихую чтобы не запутаться вот так вот значит точка М будет лежать на ней что я делаю я беру теперь давайте из нижнего основания провожу проекционные связи до вида слева до пересечения с нижним основанием так теперь провожу опять параллельную линию которая будет параллельна и вот здесь не забываю рисую все таки чего же у меня такой черный то штриховую линию как это должно быть все но я знаю раз эта грань все таки у меня скрыта значит и проекция точки М тоже будет скрыта М с двумя штрихами и в скобочках все все а ну последнее ребят вот еще точка С и точка Д опять же давайте сделаем как и с лучей БК как будто это у нас линия лазера как бы мой взгляд вот он мой волшебный глаз автомат вот он стреляет луч лазером и прожигает насквозь насквозь мою призму при этом при этом луч лазера входит в точке С а выходит с другой стороны призмы в точке Д значит мы теперь что делаем ведем проекционную связь немножко подлиннее делаем потом остаток стереть так теперь я понимаю что где лежит у меня точка С точка С лежит на передней вот этой боковой стороне значит она лежит так же как и точка М а ну вот С и М видите они на одной стороне лежат значит значит ну так у меня уже много получается так зелененького не было зелененький здесь только линию обозначил идем зелененьким цветом проводим проводим вспомогательную линию теперь находим вот эту точку это точка пересечения моей вспомогательной линии с верхним или с ребром верхнего основания ведем ее далее до сюда опять же здесь тоже также параллельно соединяем эту точку с нижним основанием линия здесь штриховая так немножко видите все у меня здесь пересекаться начинает и теперь точка С где лежит вот она точка С она будет у нас точно так же ребят скрытая так а где лежит точка точка Д так смотрим точка точка Д теперь моя вспомогательная линия смотрите вот здесь она у меня вот эта верхняя точка она у меня пересекает верхнее основание в одной точке и пересекает вот это ребро верхнего основания в другой точке получается если здесь представить представьте ребят у себя в голове так же как и с точками Б и К что две линии параллельные то есть они располагаются вот давайте два фломастера которые вы видите как один фломастер друг за дружкой параллельно получается они пересекают верхнее основание одна в точке один и в точке два вот это зеленое первое с одним штрихом это вот вот пересекает вот эту грань вот она один а точка два это вот здесь будет располагаться соответственно я рисую теперь вторую штриховую линию вот эти линии получается они у нас здесь совпадают все и на пересечении на пересечении с моей вспомогательной линией нахожу вот здесь это точка D она тоже будет скрыта потому что точка D она скрыта верхнем или располагается под верхним основанием все ребят переходим теперь опять же если представим что это линия линия где она между точками то понятно она у нас будет штриховая она скрыта но далее тоже штриховая вот здесь и здесь она у нас скрыта идет за пирамидой а потом уже вылетает здесь и вылетает здесь все вот он мой лазер вот так прожег прожег мою шикарную призмочку ну и все остается теперь последние две проекции точек C D вот у меня лазер идет прожигает вот так ну давайте я не буду эти вспомогательные линии уже рисовать они меня замучили скажем так уже веду от двух имеющихся проекций так все когда мы смотрим вот в этом направлении получается ребят смотрите точка D D с двумя штрихами она у нас уже видимая становится все она мы ее вот здесь видим так а точка C с двумя штрихами остается скрытая мы ее не видим получается и теперь моя опять же линия или мой лазер если мой глаз вот он мой так вот он мой глазик смотрите между хотя вот здесь и линия видимая но она уже входит в тело пирамиды вот здесь будет штриховая все линия между точками C2 D2 будет штриховая линия далее от C вправо тоже штриховая линия до вот этой боковой бокового ребра а далее уже лазер нормально видим а из точки D тоже выходит из тела мы его видим все ребят все проекции необходимые проекции мы достроили я все руки себе замазал ну надеюсь вы разобрались надеюсь вы поняли и в будущем у вас никаких сложностей уже не возникнет с решением вот таких вот или подобных может быть более сложных более легких задач всем пока пока до следующего выпуска до следующего я